Сравнение результатов иммунно-стохимического и иммунно-гистохимического методов определения биологических маркеров, рецепторов гормонов, хердваниев, кишейся тем при раке молочной железы. Добрый день, уважаемые коллеги. Известно, что особенностью рака молочной железы является его биологическая гетерогенность в пределах одного гистологического типа и стадии заболевания. Молекулярно-генетический по типу опухоли играет решающее значение для выбора системной терапии, а также для оценки прогноза. Рутинным методом определения биологических маркеров является иммунно-гистохимическое исследование для экспрессии ХЕР-2, также фиш-анализ. Но в определенных клинических ситуациях данное исследование можно выполнять и на цитологическом материале. Цель нашей работы была сравнить результаты одного метода и другого и оценить точность иммунно-гистохимического анализа. В исследование вошло 78 пациентов с клиническим диагнозом рака молочной железы у 66 пациентов, рецидив рака молочной железы у 3 и клиническое подозрение на рак у 9 больных. Подробно не буду рассказывать про то, как мы... Материал мы брали со скобов опухоли во время оперативного вмешательства. Делали препараты на цитоспине и иммуно-цитохимические методики в ручном способе. Да, да. Оценка результатов проводилась по общепринятым для иммуно-гистохимического исследования стандартам. Операционный материал, гистологическое заключение, подавляющее число пациентов инвазивный протоковый рак, другие формы рака реже, одна пациентка с доброкачественным процессом и одна отсутствие опухоли после неодевантной химиотерапии. Результаты цитологического исследования. Рак у 70 пациентов, в остальных случаях получен недостаточный информативный материал, либо доброкачественный процесс тоже. Результаты сопоставления рецепторов эстрогена. Совпадение результатов 90%, расхождение 10%. Вот пример. Цитологический 100%, гистологический также 100% клеток. 8 баллов. Рецепторы прогестерона. Совпадение результатов 81,5%, расхождение 18,5%. Также картинка, пример. КЕ-67. Совпадение 88%, наблюдение и расхождение 12%. Здесь количество окрашенных ядер 5-10% и иммуно-цитохимические, и иммуногистохимические. Результаты определения экспрессии ХЕР-2. Совпадение отмечено в 95% и 3,5% наблюдений. Вот пример экспрессии 3+. И молекулярно-генетические ипотипы опухоли. Здесь я не буду останавливаться. Представлено практически тоже совпадение 90%. Относительно определения рецепторов гормонов в литературе публикации многочисленные. И совпадение отмечено в довольно большом проценте наблюдений, до 98%. В нашем исследовании эта цифра немного ниже, что мы проанализировали. Пришли к выводу, что половина приблизительно наших ошибок связана с отсутствием опыта у нас данных исследований. Тогда как пограничные были значения, у нас 2 балла, например, а у гистологов 3 балла. А другая половина ошибок обусловлена гетерогенностью опухоли. Относительно определения HER2, по данным литературе довольно противоречивые данные. Некоторые не рекомендуют использовать иммуноцитохимический метод, поскольку высоко количество ложноположительных заключений из-за фиксации спиртом. Другие авторы считают, что корреляция достаточно выражена, даже до 100%. В нашем исследовании он составил процент 95,3%. Таким образом, иммуноцитохимический метод определения прогностических маркеров является достаточно точным и может использоваться в качестве альтернативы иммуногистохимическому. Актуально это в тех случаях, когда материал для гистологического исследования получить сопряжено с определенными трудностями или высоким риском осложнение. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.